Актовый зал 11-й школы сегодня превратился в большой учебный класс. Роль учителя идеально подошла известному белорусскому актёру и телеведущему Юрию Жигамонту. Во время просветительской акции «Читаем по белорусскому звелком» его путешествие дилетанта вышло на новый профессионально-преподавательский уровень. Мне приемно за все, разумеется, перед такими детками выступать, размагулять, потому что это наше будущее, не разумеется. Тут сидят у сзади наши будущие поэты, письменники, лауреаты Нобелевских премий, сидят будущие наши знакомитые футболисты, хоккеисты. Я завсюду радуюсь встрече с такими детками. Увлекательные занятия в новом формате уже прошли в Гомеле, Речице, Брагине и других городах нашей области. Организаторы подчеркивают, уроки приносят детям не только знания, но и позитивные эмоции. Поддержать и развить интерес к белорусскому языку и литературе у младших школьников. Вот главная задача проекта. Не хотелось, чтобы в наших белорусских школах белорусская мова учала на каждом уроке, а не просто выделялись некие годины. И чтобы у нас в Беларуси, белорусских школ, просто, разумеется, это потребно будет. Мы не хай, но процентов 90 повинно быть. Нет, разок это все, но я скажу с тягом часа, потекеньку, потекеньку, потекеньку. С початку годины повеличиваются, потом школы повеличиваются, все больше, больше, больше. И мы повинны прийти до 90 от сотков. Своё школьное детство на белорусском языке сегодня вспомнили и приглашённые гости уроком. Известный белорусский футболист, вице-капитан футбольного клуба Славия Мозырь Олег Страханович и один из тренеров команды Михаил Лакомый. Когда учился, когда маленький был в школе, учился, у нас все предметы были, ну, кроме русской мовы и литературы, все были на белорусской мове. Там математика, геометрия, история, всё было на белорусском. Поэтому, когда даже и разговляешь на русской мове в Беларуси, то, когда с детства учился в школе все предметы на белорусском, то оно, как бы, и откладывается в память. В жизни мозырских футболистов вместо белорусскому языку есть всегда. Например, на родную мову переведены официально гимн и герб клуба. Как, считаем, по белорусскому звелком, спортсмены тоже подготовились, придумали вопросы для викторины и привезли подарки для самых активных и смелых ребят. Спортсмены – это люди такие, достаточно, наверное, известные в своей сфере, в стране своей, как и люди кино, музыки. Поэтому, я думаю, всё-таки, младшее поколение, так же, как и мы, наверное, в своём детстве, брали пример со своих родителей. Для нас это был какой-то пример, показатель. Поэтому, я думаю, что всё-таки белорусская мова для нашей страны – это, наверное, всё-таки шаг маленький к патриотизму. Такие интерактивные уроки сегодня прошли ещё в трёх городских школах – 9-й, 13-й, 15-й. Мозырь стал финальным в списке городов Гомельской области, где побывала команда проекта «Читаем по белорусскому звелком». В начале следующего учебного года известные белорусские писатели и поэты отправятся на Брещену. Всего же в литературную атмосферу окунутся более 15 тысяч школьников нашей страны. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, Телеканал Мозырь.